МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Федирко. Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Убийство раскрыто. Тело найдено. В Белогорском районе задержан подозреваемый в убийстве амурчанина Андрея Князева. Невезучие наркодилеры. В Благовещенске сотрудники ДПС остановили автомобиль и обнаружили в нем запрещенный 2-килограммовый багаж. Не удаляет, но засекречивает. Вирус-шифровщик теперь и в Благовещенске. Опасная программа поразила несколько компьютеров в областном центре. Огонь, севшее судно на мель и открытая госграница. Накануне российские и китайские спасатели провели учения на Амуре. В Белогорском районе задержали подозреваемого в убийстве Андрея Князева. Напомним, об исчезновении жителя Белогорска сообщили еще в середине августа. Через несколько дней автомобиль обнаружили в селе Поздеевка. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. После проведения всех мероприятий полицейские установили, что к исчезновению Андрея Князева может быть причастен его 60-летний знакомый. Сотрудникам МВД поступила информация, что мужчина собирается покинуть пределы области. Позже его задержали на федеральной трассе недалеко от села Вожаевка Белогорского района. Больше двух килограммов наркотиков изъяли у Благовещенца сотрудники полиции. Исследование уже показало, что изъятый багаж является марихуаной. Во время патрулирования экипаж ДПС в Благовещенске остановил автомобиль и осмотрел салон транспорта. Результат – найденный пакет с характерным запахом дикорастущей конопли. По факту незаконного оборота наркотиков, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Вирус-шифровщик добрался до Благовещенска. Сотрудники нескольких городских организаций пожаловались на то, что документы на их устройствах стали недоступными. Опасный вирус распространяется по электронной почте. Письмо может прийти даже от знакомого человека, аккаунт которого взломали. Внутри послания, как правило, находится файл. При его открытии документы, хранящиеся на компьютере, шифруются и становятся недоступны. Опасный вирус поражает не только текстовые, графические и аудиофайлы, но и базы 1С. Восстановить файлы авторы вируса предлагают путем покупки дошифровщика. Его они готовы выслать за определенную плату от 30 до 160 тысяч рублей. Правда, специалисты предостерегают от этой траты. Не факт, что дошифровщик поможет проблеме. Единственное предостережение – не открывать подозрительных писем. Масштабные учения спасателей на реке Амур проходят уже в четвертый раз. Принимают в них участие не только российские спасатели, но и сотрудники ведомства из Поднебесной. Как проходило мероприятие, наблюдала съемочная группа Амурской службы новостей. По замыслу судно с китайскими туристами село на мель, при этом получив пробоину. Туристам угрожает опасность, и капитан корабля сообщает о происшествии в Управлении морской безопасности Хэй Хэ. Прибывшие китайские специалисты эвакуируют людей. Опять же по легенде. В это время на судне загорелись нефтепродукты, которые разлились при аварии. Сообщив о пожаре, экипаж покидает корабль. За помощью втушения огня китайская сторона обращается к российским спасателям. В дело вступает пожарный катер «Брандмейстер». Легенда продолжается. За происходящим наблюдали благовещенцы, которые на тот момент находились на набережной. Говорят, не испугались даже дети. Такое эпичное действие равнодушных не оставило. Сама затея понравилась, что взрыв сначала и огонь. Ребенок смотрел, очень ему нравилось. Мне больше всего запомнилось, как там туши и огонь. Впрочем, пока зрители продолжали восхищаться происходящим, спасатели продолжали свою работу. С каждым годом Россия и Китай сотрудничают все плотнее. Теперь не только в сфере экономики и культуры, но и ради спасения людей. Григорий Мурзин, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей. И на этом все. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru и помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания.